Всем привет! Сегодня мы с вами поедем в Нью-Йорк вместе с детьми, со всей нашей семьей, проведем, надеюсь, очень сильно, что прекрасное время все вместе. Но прежде чем мы отправимся в это мини-путешествие, оно именно такое для меня представляется всегда, когда мы ездим в Нью-Йорк, оно как мини-своё путешествие, поэтому нужно обсудить некоторые правила. У нас есть 8 правил, я вкратце расскажу о каждом из них. Первое для нас правило, это я обычно подготавливаю мужа о том, что мы поедем в Нью-Йорк заранее. То есть примерно за неделю обязательно нужно сказать, потому что мужчины не любят сюрпризов, они любят, чтобы все было распланировано, и, в общем-то, мой муж, он не исключение. Правило номер 2. Нужно составить четкий маршрут, план действий. То есть куда вы идете, логически все продумать, маршрут, куда бы вы хотели попасть, потому что когда вы уже будете там, будете с детьми, с коляской, много будет всего, что происходить, самое последнее, что вам бы хотелось сделать, это вот продумывать, куда идти дальше. Но здесь очень важная, есть такая ремарка, и она заключается в том, что будьте открыты к любым изменениям, потому что вы с детьми, многое, что может поменяться, настроение, желание, погода, не знаю, писался или там что-то еще случилось. В общем-то, будьте готовы к изменениям, но имейте четкий план. Правило номер 3. Если вы едете в Нью-Йорк, например, то я вам советую, если вы это делаете на машине, то проплатить парковку заранее. Есть такое классное предложение, называется Best Parking, там дешевле, и вы заранее все это бронируете, и вам уже, у вас не будет болеть голова по поводу паркинга, где оставить машину. Если же вы едете, например, на автобусе, то, понятное дело, билеты желательно купить заранее. Если вы идете в музей, например, как мы сегодня тоже пойдем в музей, то нужно зарезервировать свои билеты тоже желательно заранее, чтобы не стоять в кассе, чтобы, в общем-то, не терять время, или приехать туда, сказать, что там вы сказали вам, что уже нет мест. Следующее правило номер четыре – это договориться с вашим партнером, с вашим мужем о том, кто за что в ответе. Например, мы всегда разделяем, допустим, детей. Понятное дело, мы друг другу помогаем, но все равно, если что, мы идем за руку, например, я иду с младшей, он идет со старшей, он в ответе за коляску, я в ответе за рюкзак. Когда вы знаете, кто за что обязан, понятное дело, вы другу помогаете, но это проще, просто вы будете принимать, скорость принятия решения будет гораздо короче, и когда вы с детьми, то это очень важно. Здесь же очень важно рассказать вашим детям план ваших действий, то есть куда вы пойдете, подготовьте их. Например, мои дети очень сильно любят ездить, например, на автобусе, это их очень сильно зажгло. Я сказала Александру, что мы будем кататься на коньках, это тоже, конечно же, подогревает ее интерес, и тут нужно, можно и нужно, такое слово у меня получилось, нужно, это можно и нужно. В общем, здесь нужно обязательно рассказать детям, напомнить о правилах поведения в общественных местах и, например, на улицах большого города, например, как в Нью-Йорке. Например, такие правила, как переходим дорогу только через руку, по тротуару ты можешь идти сама, если при первых что-то хочешь сказать, мы не плачем, мы говорим все словами, ну, в общем, вы, кажется, сами знаете своего ребенка, как никто другой, хорошо, поэтому напомните эти правила, расскажите ребенку, что будет сегодня, таким образом будет гораздо проще вам взаимодействовать с вашим ребенком, потому что он тоже будет понимать и чувствовать на себе ответственность за комфортное время преповару вождения. Следующий пункт тоже очень важный, можно сказать, назвать его по одному, но я назову немножко по-другому. Возьмите с собой снеки. Да, снеки нужно брать для того, чтобы вдруг у вас не получилось зарезервировать там в ресторане или еда не понравилась детям в ресторане, в кафе, в которое вы пошли, на всякий случай нужно иметь, но также давайте, мамочки, признаемся, что эта еда, такие снеки, служат прекрасной ротозатыкательной методикой. Да, это не педагогично, но когда вы находитесь в экстремальных условиях, вам нужно, например, принять какое-то решение, то здесь к нам приходят на помощь какие-то крикеры, в общем, все, что любят ваши дети, морковка, все что угодно. Следующий важный пункт, возможно, он будет очень банальный, но я все-таки хочу его здесь осветить, это, пожалуйста, одевайтесь комфортно. Если сегодня у нас холодная погода, то нужно одеться тепло, чтобы детям ничего не кололо, чтобы это все была удобная обувь, ни в коем случае не какой-то новой обуви, чтобы не было новых шапок, то, что не проверено временем. Одевайтесь, возможно, что-то более старенькое, но проверенное время для всех комфортно. Я сегодня занялась одеждой своего мужа, потому что он не совсем знает, как одеваться в холодную погоду, а в Нью-Йорке сегодня у нас стоит минус, поэтому это очень важно тепло одеться. И, наверное, тоже самое важное из всех этих правил, которые я сказала, самое важное, это, пожалуйста, не забудьте взять с собой хорошее настроение, потому что вы едете туда проводить хорошо время, и вы едете туда приятными эмоциями, поэтому что бы пошло ни по плану, что бы ни случилось, вдох-выдох, мама, ты сможешь, папа, ты сможешь, вы сможете провести этот день прекрасно, зарядиться приятными позитивными эмоциями, насладиться этим временем со своей семьей, как называется по-английски слово quality time. Так что я надеюсь, что эти советы вам помогут при организации поездки в любой город, в любую страну, просто потому что, в принципе, их можно будет накладывать такие правила и как на путешествия с детьми, так, в принципе, и для путешествия самостоятельно. Но сейчас погнали в Нью-Йорк! Это нас, как мы поездим в Нью-Йорк! На автобусе! Ура! Алька, почему тебе нравится на автобусе в Нью-Йорк? Потому что это очень весело и очень круто! И очень круто? А круче на машине или на автобусе? На автобусе! А ты хочешь на автобусе? Я не хочу на автобусе! Ты же спасения! Ура! Я хотела покрывать автобусы шариками! Шариками! Очень люблю! Я! Пердер-но! Ты хорошо? А не пердер-но! Не притер-но! Да? Мама, девочка мы с мамочками, и девочка мы с бабочками! Да? Выходим! Ну что, ветерочек? Тепло тебе, Александра? Да! Адриана, тепло? Тепло! Адриана, куда мы едем? Куда мы едем, Адриана? Тепло! Ура! Ура! Мы сейчас с вами приедем в Нью-Йорке, да? Какие у нас правила поведения в Нью-Йорке? Как мы переходим через дорогу, Александра? За ручкой с мамой! Убегать, Адриана, можно от мамы? Нет! Это опасно, да? Да! И если хочется сильно-сильно что-то, то нужно говорить как, Александра? Мама, пожалуйста! Дай руку, пожалуйста! Словами не плакать, да? Говорим словами! И это же надо говорить, пожалуйста, дай мне руку! Точно! Молодцы! Давай пять! Дай пять! Молодцы! Погнали, да? Погнали? Погнали! Мы уже приехали на место. на наш маршрут, который начинается от Bus Station, то есть от автовокзала. И мы сейчас с вами пойдем через 42-ю в Брайн-парк. Народу, конечно, здесь вам может показаться, что много, но на самом деле для этого места народу очень мало. И мы этим воспользуемся, потому что, конечно, приятнее гулять, когда не надо стоять в толпах людей. Ну, плюс еще холодно, и, конечно, еще это дополняет. Вчера было у нас 9, сегодня минус 3, было минус 5. Так что, прохладненько. Давайте прыгнем! Раз, два, три! В Нью-Йорке зимой, кажется, что, возможно, не очень холодно. Особенно то, что вы видите людей без шафта, но на самом деле я просто очень тепло одену в Нью-Йорке, очень холодно. И я из Семины. То есть я знаю, что такое. Но сегодня я надеюсь, что мы не замерзнем, пойдем влечься горячим шоколадом. Мы пришли в Брайн-парк, и сейчас хотим посмотреть, что здесь осталось открытым. Конечно, во время Рождества здесь все очень хорошо организовано, много развлечений. Но, по-моему, каток тоже открыт. И вот есть такие маленькие магазинчики, а-ля стиль немецкий в Германии такой, да? Рождественские такие рынки. Маркет, вот. Сейчас посмотрим, что есть здесь. Здесь еще вот достались разные рождественские украшения на елку. Странно, что фонтан не замерз, потому что на улице минус, и даже, мне кажется, не идет пар. Смотри, там много монеток. Пися в украшения, ты тоже. Адриана, espera, espera, espera. Я не знаю, что ты хочешь. Загадывай желание сначала, а потом? Хотите, я кончу. Ей, Адриана, а ты что заказала? Что ты хочешь? Монет взять. Давайте мы с вами тоже каравай сделаем. Адриана, каравай. Каравай. Держи. Каравай. Каравай. Тоолько, Александр, и Адриана больше есть. Ой, как классно! Люди сидят, пьют горячий шоколад, катаются здесь на коньках. И даже осталось вон маленькие три елочки вдали. А самое, смотрите, что милое, вот там есть экран, и на экране показывается огонь. Ну, для такого экстра уюта. И еще знаменитые вот такие в Нью-Йорке иглу, в которых можно заказать и посидеть здесь. Посмотрите, как мило. Как ты меня зовешь? Оля? Оля! Что ты хочешь? Что хочешь, да? Александра, какое загадываем желание? Ты дону. Загадай желание и повешай наверх, оно туда точно сбудется. Али, что ты хочешь? Какое? Что мы загадываем, Александр? Говори. Много пончиков и любви, давай. Много пончиков и любви. Ну-ка, и ты напиши, Найд, пиши. Сердечко или Али напиши. Адряшка, напиши как ты. Как ты пишешь? Ой, как мило получилось, посмотрите. Молодец, кто это Алька? Мама 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 Я не знаю, как это работает Тебе нужно помочь? Или я думаю Тебе нужно помочь? Ну а я знаю Не знаю вкусное Адрияшка, а ты? Я рада Я рада мы с вами договорились что сегодня я постараюсь вам рассказать что классного можно сделать в нью-йорке находясь с детьми одна из первых вещей которые мы сегодня делать не будем но возможно рассмотрим на будущее я очень вам рекомендую это арендовать вот такое иглу это находится в брайан парке вы можете зарезервировать его заранее и в нем провести классно время вот там очень украшено красиво уютненько вы можете взять свою еду и в общем-то провести хорошо время в компании друзей ребятишек и пойти покататься на катке потому что каток находится прямо здесь в район парке и потом можно прогуляться по здешнему рыночку рождественскому и прийти вот сюда в иглу мне кажется это так настолько запоминающиеся настолько уютно что я уверена что деткам понравится и родителям самое главное будет комфортно вот поэтому это первая идея здесь же брайан парке вы можете покататься с ребятишками на карусели и расскажу вам свое любименькое место вы меня потом будете благодарить каждый раз когда будете заходить в это место потому что я вам сейчас продам самый вкусный десерт нью-йорке реально самый вкусный десерт который я когда-либо пробовала и он находится здесь возле брайан парка пытаюсь его найти глазами и по-моему я увижу сейчас мы с вами перейдем через дорогу никого идем и вот вы его уже видите вот это место называется кафе кафе леди м и здесь продаются самые вкусные десерты в мире сейчас конечно здесь нет посадки потому что из-за ковида конечно же всю посадку брали но если вы там будете леди м возьмите пожалуйста green tea кейк он такой из блинчиков с очень-очень вкусным кремом и зеленого чая и вы меня потом еще благодарите не раз об этом десерте и он кстати для тех людей которые любят не очень сладкие десерты вот узнать такой меру сладкий леди м брайан парк иглу скейтинг ринг тут кататься на конке в общем и карусель и кто хочет есть ресторан в общем здесь огромное количество разных развлечений которые будут рада вся ваша семья это однозначно мы дошли с другой стороны брайан парка это библиотека это такое мне кажется одно из самых популярных киномест в нью-йорке здесь и секс в большом городе снят и помните где она хотела выходить замуж за бига и он уехал прямо вот отсюда кстати у меня есть целое видео посвященным фильмом снятым нью-йорке я его оставлю в описании это наверное одно из самых любимых моих видео потому что я мечтала как-то ассоциировать и прогуливаться в нью-йорке именно с проекцией на фильмы которые я смотрел когда была маленькая или уже в большом возрасте наша коляска baby zen yo-yo наверное самое удобное для нью-йорка она маленькая в него как видите вмещается два человека сумка и у нас она уже много лет андриана похоже уже готова ко сну отойти алька у нас такая тяжелая но все равно эта коляска она уже столько лет и она реально служит это конечно если вы много путешествуете мне кажется и так все знают но это реально лучшая коляска мы на 5 авеню сейчас пойдем к рокфеллер центру посмотрим остались ли там какие-то в общем-то рождественские украшения и потом уже будем дикать центральному парку то пусть конечно а там особенная атмосфера там наверняка лежит снег это очень редкое явление для нью-йорка я здесь 10 лет и вот так долго снег не лежал ни разу за мои 10 лет пребывания здесь поэтому уверена что там красиво снимаем несколько классных кадров и покажем конечно же вам когда гуляешь здесь по пятому авеню есть огромный большой при большой шанс что ты увидишь каких-то знаменитых людей и можешь увидеть таких вот товарищей которые бездомные вот а я здесь тоже встречала много знаменитостей но их тяжело узнать потому что они одеты очень повседневно они сейчас в масках и конечно ты должен быть реальным там папарацци чтобы застать их но как правило когда я смотрю фотки когда я смотрю фотки людей которые были заселят где-то в нью-йорке в обычной одежде они как правило это фотки с 5 авеню либо примерно у нас со мы на 5 меню есть шансы что мы встретим например за ирина шейк например мы приехали на рокфеллер центр что-то случилось упала твоя печеньки вот они печеньки держи все хорошо открыть открыть но держи мое солнышко аккуратно то не могут упасть сейчас идем уже катку сейчас посмотрим здесь что есть и идем дальше катку здесь обычно стоит елка самое главное в центре но понятное дело ее уже убрали но зато давайте посмотрим что там внутри ну это просто в общем-то сделали вот такую стену и можно не фоткаться кто там был дядя на велосипеде на розовом и очень высоком понравилось и хотела бы так и а а и миндалем. Это самое вкусное место, если вам нужно по-быстрому взять. Пойдем, я покажу. Трамп Тауэр. Вот такой вот он красивый, необычный, многослойный. И нам уже совсем чуть-чуть осталось. Мы идем в Центральный парк, он вот здесь. Посмотрите, как необычно украсил свою стену, свое здание Луи Виттон. Ничего себе, мы издалека разглядывали, что это такое. Авокадо, рыбки, помидорки, перчики, сыр. Вот этот магазин Apple очень долго был на реконструкции, очень долго был закрыт. И вот они уже заново открылись. Наверное, это один из самых знаменитых мест магазина Apple. Самый такой классический вариант. А здесь, тара-там-там, здесь плаза-отель. Все помнят один дома. Я думаю, что все. Вот с этой стороны находится отель. Я так сказала, отель. С этой стороны находится отель. А если вы с другой стороны вот там завернете, со стороны Центрального парка, это как подъезд, потому что вся плаза, она разделена на две части. С одной стороны плазы, вот с этой стороны будет отель. С другой стороны, со стороны Центрального парка будет резиденциальный. То есть там живут люди, там можно купить себе квартиру. И, кстати, я уже говорила, по-моему, в каком-то видео, что там живет наш композитор Игорь Крутой. Он реально крутой, потому что у него есть квартира в плазе. Мы подошли к Центральному парку. Сейчас мы попьем горячего шоколада, немножко согреемся, потому что девчонки немножко замерзли. Учамару руки тоже замерзли. Подогреемся горячим шоколадом, пойдем кататься на коньках. А потом, после конька, мы прогуляемся здесь по Центральному парку и идем в Музей Национальной Истории. American History of Natural History. Ну, что это такое? Я забыла, как это назвать. American Museum of Natural History. Как по-русски? Думайте, займ. Вот это вход в плазу для, здесь написано, Residence Only. Единственная сейчас проблемка, что мы не сможем покушать в кафе, потому что в Нью-Йорке на сегодняшний день все внутри посядочные места закрыты. Можно кушать только снаружи. В Нью-Джерси, к нашей радости, можно сидеть внутри, поэтому в этом плане у нас выигрышное место. Но мы сейчас в Нью-Йорке, поэтому нам придется купить и сделать это на вынос. Но мы будем долго выбирать, чтобы нам было максимально тепло. Вкусные, самые вкусные круассаны с миндалем продаются здесь в Фреддамангер. И мы туда заходим. Thank you. Здесь очень вкусно. Я сейчас вам покажу, что здесь есть вкусного. Что, я пробовала очень вкусный вот этот бутерброд. Вот этот с чикеном авокадо. А еще мы с вами возьмем, там у них есть круассаны с миндалем. Очень вкусные. Не могу сказать, что это самое дешевое место. Вот, посмотрите, мы купили два бутерброда, четыре круассана, кофе и горячий шоколад. Получилось почти 40 долларов. Но зато вкусно. Вкусно. Самый вкусный шоколад горячий. Это здесь, в Фреддамангере. Он не очень сладкий, не очень вкусный. Возможно, это не самое удобное место поесть. Но было по пути. Она вкусная, качественная еда. Конечно, неудобно, что мы едим стоя. Сидели на поребриках. Классно, что ешь на улице и сразу можно смотреть, что происходит. Вон лошадки катаются, центральный парк. Тоже есть в этом... Кто это? Кабаю. Кабаю. Кабаю, лошадка? Лошадка. Мы уже покататься. Мы сейчас покатаемся. Мы сейчас их посмотрим. Мы с вами в центральном парке. Поэтому следующая идея. Расскажу вам, что здесь можно делать с детьми. Вот, например, такая поездка. Примерно около часа на лошадке будет вам стоить 57 долларов плюс чаевые. Вас могут прокатить по всему центральному парку. Показать, рассказать. Что, в принципе, 57 долларов. Полчаса или час. Я что-то не спросила. Ну, в принципе, цена не страшная. Да, вон, даже приятная. Если вы приехали, в общем, повозочки вам дают. Одеялко и можно покататься. Что, Александр? Ну, мы же идем кататься на коньках. А потом в музей на динозавров смотреть. Но в следующий раз мы сделаем это, хорошо? Договорились? Адриана, ты поехала одна. Весело? Так необычно смотреть на центральный парк, когда здесь много снега. Что? Мне плохо, много, мам. Реально необычно. Столько снега лежит. И все замерзло. Абери, вен пора ка. Абери, абери. Мне кажется, что я уже замерзла. И на Ускале нужно идти двигаться. Будем кататься на коньках. И еще музей. Пойдемте с нами. Александра! Нравится в Нью-Йорк? Что тебе больше всего нравится? Пончики. Пончики? Много пончиков. Много пончиков мне нравится. Иди ходишь пончики. Посмотрите, как здесь мило. Идем мы уже очень близко к этому главному для нас. Катку. Я даже все слова потеряла. Когда разговариваешь на трех языках и переключаешься с английского на русский, на испанский, у тебя потом начинает уже подкипывать мозг. Но это хорошая тренировка для мозга. Альцгеймер. Болезнь не для нашей семьи. Что ты сказала? Бамочку и гамму. Это что такое? Это так мне Лена сказала. Лена, что ты сочиняешь? У Александра наступила такая стадия языковая, когда она ищет рифмы и, в общем-то, постоянно делает какие-то стихотворения. Сейчас, бамус, хулигамус. Это было что-то такое нереальное, какой-то микс. На испанском и на русском. Мы подошли к катку. Смотрите, какой здесь вид. Шикарный. И сейчас мы будем кататься прямо вот здесь. Там его как раз чистят. Субтитры сделал DimaTorzok Мы накатались, уставшие. У нас осталось примерно, наверное, еще полтора часа до того, как закрывается музей. Мы решили все-таки рискнуть и дойти до музея. Буквально посмотреть наш любимый этаж. И довольны уже отправиться домой. Здесь, в Центральном парке, конечно, потрясающе красиво. Здесь, в Центральном парке. Мы сейчас идем в такой части Центрального парка, где реально есть ощущение, что ты в лесу. Если просто проглядываются сейчас за счет того, что нет зелени, проглядываются дома, ты понимаешь, что ты в Нью-Йорке. Но летом, я вам гарантирую, вы даже не поймете, что вы находитесь в Нью-Йорке, когда вы гуляете вот здесь, в этой части Центрального парка. Полное чувство присутствия, как будто ты в лесу, наедине с природой. Да, Ляля? Наверное, если бы не было видео, и мы бы просто гуляли, мы бы, наверное, уже пошли домой, потому что нам реально очень хватило, и впечатлений нам хватило, и уже мы подустали так хорошо, то мы, наверное, пошли домой. Но так как мы пообещали дядям увидеть динозавров, хотя бы на минутку. У нас осталось полчаса до закрытия музея, поэтому мы сейчас просто заберемся на свой любимый четвертый этаж, потом на второй и домой. вот уже вот то здание, это музей, мы почти пришли. Адряшка, давай посмотрим, смотри, динозавры тут, и это, давай читать, комптосаурус нанум. Вот такой вот он был. Пожалуй, после всяких там музеев, специализированных для детей, музея в ночевых истории, он, наверное, самый интересный для детей, потому что тут разные динозавры, разные животные, все расписано. И, в общем-то, очень для детей всегда их это впечатляет. И мы были на прошлой неделе, сейчас приехали, и они все хотят папе показать. Все, мы поехали домой. Всем говорим пока-пока. Говорите пока-пока. Пока-пока. Мы вас любим. Увидимся в следующий раз. Пока-пока. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Оно было полезное, вдохновляющее, уютное. И увидимся с вами в следующий раз. Наш поезд приезжает. Пока. Аля, ты что? Ариана, как ты удивилась? А как ты испугалась? А как тебе радостно? А как тебе грустно? Как ты удивилась? Как ты испугалась? Как тебе грустно? А как тебе весело?